Разрешение на строительство многоквартирного дома на улице Виноградной 195 было выдано еще в 2012 году. Согласно проекту, это 16-этажный 56-квартирный дом. Фактически на объекте 168 квартир, и эти изменения не прошли согласование. Начались суды. Весной прошлого года в целях завершения строительства дольщики создали собственный кооператив. Все они получили права собственности. Застройщик даже заключил договор со всеми ресурсоснабжающими предприятиями о присоединении дома к сетям. Но вот работу эту так и не оплатил, поэтому дом по-прежнему не подключен ни к воде, ни к электричеству. Также застройщик до сих пор не подал заявление о постановке дома на кадастровый учет. Ситуация с ЖК «Ангара» не раз обсуждалась на заседаниях рабочей группы при участии прокуратуры Центрального района. Задача – помочь дольщикам как можно скорее получить свои квартиры. Диалога застройщиком не получается. Администрация и серверы перед прокуратурой вопрос, чтобы вы все-таки можете его на рабочую группу городскую под прокурором города пригласить и понять, вообще что они собираются делать дальше. Он скрывает. Тогда наш дурынин будет уже отвечать по уголовному кодексу за исполнение решения судового. Уговаривать этого человека уже нет сил ни у кого. Если он не понимает, если он считает, что он формально квартиры может передать кому-то без сетей и так далее, нас эта позиция не устраивает. Также во время заседания обсуждались проблемные вопросы по домам в Адлерском районе на улице Ипроновская. Там тоже не заключены договоры на присоединение к инженерным сетям, но ситуация решаема. А вот в центральном районе на улице Новоселов 5А строительство многоквартирного дома так и не началось, хотя разрешение было выдано 11 лет назад. За эти годы свои деньги туда вложили 12 дольщиков. Как отметили на заседании, фактически проект охватывает площадь больше, чем выделено по бумагам. Проектной документации, соответствующей требованиям, до сих пор нет. Одно из решений вопросов, которое комиссия будет рекомендовать владельцу – расторгнуть договоры со всеми дольщиками. Благо, их немного и вернуть людям деньги. В целом, в Сочи на треть сократилось количество обманутых дольщиков. С начала прошлого года из реестра проблемных объектов, их 28, были исключены 11 домов. Сейчас еще три находятся на рассмотрении. Вопрос с обманутыми дольщиками в Сочи планируют полностью закрыть до 2021 года.